История в лицах Значит, суть проекта, цель программы «История в лицах», напоминаем мы с Ириной Миттой Прохоровой вам, прежде всего, просветительское, развенчивание стереотипов об исторических фигурах и событиях, пересмотр репутации героев прошлого, попытка посмотреть на них из дня сегодняшнего, возможно, провести параллели и, возможно, сделать новые открытия. И мы вам напоминаем номер для ваших смс, плюс 7903-797-6333. Пожалуйста, беспокойте нас в вашем мире. Да, но вы знаете, прежде чем назвать тему программу, мне кажется, нужно все-таки, невозможно не упомянуть главные события последних двух дней. Вчера в Москве прошла очередная акция «Возвращение имен», где огромное количество людей, причем, надо сказать, я удивилась количеству молодых людей, которые стояли часами для того, чтобы зачитать имена репрессированных. И в Перми прошла акция, где 500 имен зачитали. В общем, эта акция прошла во многих городах России, и мне кажется, это чрезвычайно важно и внушает какую-то надежду на более светлое будущее. Раз память работает, раз уже и даже молодое поколение считает своим моральным долгом прийти и отдать дань памяти погибшим, я считаю, что это очень важная акция. Ну, Николай, вы сегодня были на открытии памятника. Я согласен с вами, тут, конечно, можно завести занудливый разговор о цифрах, в смысле, я имею в виду, сколько, какой процент молодежи этим интересуется. Мы не знаем. Получится, что не очень большое, я думаю, но, тем не менее, я в данном случае не склонен занудничать, а склонен с вами согласиться. Во-первых, мы не знаем, но не все приходят, может быть, отдать, да, не прочитать имена. Думаю, что может быть, значительно больше таких людей, чем мы думаем. Может быть, может быть. Сегодня действительно было открытие памятника жертвам политических репрессий на углу в Москве, в центре, памятник работы скульптора Франгуляна на углу Садового кольца и проспекта Андрея Дмитриевича Сахарова, то, что логично, потому что сам Андрей Дмитриевич Сахаров, его имя ассоциируется и с наукой советской, российской, и с правозащитой, конечно же, потому что он, наверное, самый всемирно известный правозащитник за всю нашу историю, это именно Андрей Дмитриевич Сахаров, вот, получивший в свое время Нобелевскую премию мира, поэтому вот там вот логично. Памятник, вы его видели, нет? Да, я видел его, да. Он на меня, не знаю, согласитесь ли вы со мной, но он своей масштабностью, причем эта масштабность такая не царетельевская, это не гигантизм ради гигантизма, а именно масштабностью произвел на меня довольно серьезное эмоциональное впечатление, я должен сказать. Нет, действительно, мне кажется, это очень серьезный, интересный памятник, и, мне кажется, он передает вот эмоции, да, и по отношению к событию, да, этой действительности на скорби, и более того, я хочу заметить, что ведь пока это в процессе подготовки, да, я просто вхожу вот в попечительский совет, и, да, кстати, часть, ну, некоторые имеют отношение к этому памятнику, надо сказать, что была, такой был кинут клич, чтобы люди присылали камни, да, вот, в знак памяти из разных регионов, где были гулаги, да, вот, и, надо сказать, что сам скульптор был поражен, какое количество камней было прислано, прислано, причем некоторые огромные гранитные камни, и в этом смысле, вот вы видели, да, часть этих камней просто стоит у подножия и в основании этого памятника. Это вообще такая сложная, сложно сочиненная композиция, я очень советую москвичам во всяком случае, но если вы живете не в Москве, но будете в Москве, посетите, не пожалеете, это очень интересно. Такая очень сложно сочиненная композиция, действительно, там много камня, и этот камень употреблен не для веса, а он употреблен с толком. Действительно производит впечатление, там помимо, помимо вот этой огромной столы, там еще отдельные такие столпы, я бы сказал, которые символизируют семь народов, которые подверглись депортации. Ну, сильно это, сегодня там было слабовато с освящением, есть еще один момент, который мне понравился сегодня, открывал президент, это хорошо, и естественно, поэтому там был и патриарх, который произносил речь вместе с президентом, что тоже хорошо, там были руководители всех конфессий, которые речи не произносили, только вот руководитель русской православной церкви, да, но остальные все были, вот, и вообще был такой вип, вип присутствия было сегодня, вот, и уполномоченный правом человека, речь произносил Владимир Петрович Лукин, который раньше был уполномоченным по правам человека, сейчас Владимир Петрович Лукин, но он человек, который сердцем и душой всегда за это ратовал, вот, ну, по-моему, это все было достойно. Да, ну, мне кажется, это очень важные символические жесты, вообще, так сказать, события очень важные символические, потому что я абсолютно всегда уверена, что если эта память не будет сохранена, если все-таки не будет его, так сказать, по достоинству, имена этих людей не будут озвучены, и память в них не будет, я вот не верю, что мы что-нибудь светлое построим в этой стране. Я человек неверующий, но вот у меня есть ощущение, что, что, если мы опять эту память о прошлом попытаемся как-то замазать, то это, вот, этот грех будет висеть над страной, вот, не побоюсь таких пафосных слов. Ну, да, ну, здесь памятника-то мало, конечно, потому что... Нет, ну, почему, ну, вот, кстати, в Красноярске первого числа, это первая акция такого рода, будет повешена первая табличка в этом проекте, последний адрес. И Сергей Пархоменко там будет, и накануне открытия Красноярской книжной ярмарки, вот, мы будем открывать эту табличку там. Так что, есть масса акций очень важных, которые... Это важно, это разные вещи, здесь, да, вот, последний адрес, это замечательная совершенно инициатива, которая идет снизу, вот, от корней травы, что называется, от людей. Памятник, это, вот, в данном случае, открывало государственное руководство, тоже важно. Ну, инициатива-то ведь была не государственная, этого памятника, она тоже шла... Ну, поддержана была. Поддержана, да, но инициатива была абсолютно частная, и более того, фонд памяти, который, собственно, и занимался подготовкой этого памятника и открытием, и ведь и собирались народные деньги, в том числе, на этот памятник. Так что, в общем, на самом деле, это вовсе не спущенная сверху реляция, что, ну, давайте тут и поставим, вот, и вам памятник, так сказать. Это, на самом деле, инициатива гражданская, что очень важно. Но мы с вами понимаем, Ир, что гражданская инициатива, она бы не завершилась построением такого памятника могучего в центре города, если бы она не была сверху подхвачена. Ну, раз она сверху подхвачена, это означает, что эта травматическая память живет во всех, и все, на самом деле, несмотря ни на какие разговоры, прекрасно понимают суть трагедии, которая произошла в нашей стране. Да, и там был, кстати, и мэр Москвы Сергей Собянин, который этим тоже занимался, он сидел явно, он стоял там рядом, я его видел, и у него было лицо гордое. Что, да, что правильно, на самом деле. Потому что вот в его городе, в центре города поставлены памятник, здесь есть чем гордиться. — Разумеется, и надо вам сказать, что как раз такого рода памятники и служат объединению людей, и всех конфессий, и людей разных политических взглядов по-настоящему. — Ой, не всех, ой, не всех. — Знаете, ну я бы сказала, те, у кого есть все-таки представление о прошлом, есть какое-то достоинство, и хотя бы здравый смысл, все-таки, все-таки, не стыдно стоять около такого памятника, а наоборот, я бы сказала, очень почетно. — Это уж точно. Ну, кому-то больше нравится стоять у памятника, где там стоит достойный человек, но ему тоже поставлен памятник в центре, у него автомат в руках, вот кому-то, может быть, это больше нравится. — Ну, бог с ним, но я считаю, что это прекрасно, все-таки, что этот памятник появился, и я знаю, как тяжело все это создавалось, и сколько было проблем. Но, в общем, мы долго это обсуждаем, потому что нам кажется, что это вплотную подводит нас к теме нашего сегодняшнего рода. — Это сегодня, во-первых, это сегодня, дорогие друзья, это сегодня, и это действительно... — И это день ведь поминовения как раз репрессированный, это день 30 октября, это всегда. — Для меня это было, в общем, достаточно эмоционально впечатляющее событие, то, что я там был, и это важно для меня по целому ряду причин, в том числе и касающихся истории моей семьи. Это для меня достаточно, так же, как война, скажем, Великой Отечественной, это для меня очень лично, и поэтому, как я понимаю, Ира, для вас тоже. — Конечно. Для всех нас, на самом деле. — Для очень многих, скажем так. — Так, по большому счету, для всех нас. — Да, поэтому, конечно, мы поэтому об этом с Ириной Миттной и говорим. И действительно, это нас подводит к теме, потому что тема наша сегодня — Варлам Тихонович Шаламов. Ну, я считаю, великий русский писатель. — Абсолютно точно. — Недооцененный, вероятно, и в мире, и у нас, потому что не в первом ряду мы назовем его, вероятно, даже те, кто его читал, если нас попросят назвать великих русских писателей, а напрасно. — Да, я считаю, что он стоит в первом ряду и должен занимать это место. И я хочу заметить, что действительно, мы об этом будем много сегодня говорить, в то время как Солженицына, великого русского писателя, — Несомненно. — По произведению которого знает весь мир, особенно то, что связано с историей ГУЛАГа, то Варлам и Шаламовы стали открывать, в нашей стране, может быть, чуть раньше, но в мире, сравнительно недавно, буквально несколько лет назад, в Германии, небольшое издательство немецкое перевело первый раз на немецкий язык... — Колумбские рассказы. — Колумбские рассказы. — И имел оглушительный успех, и люди просто открыли для себя этого писателя. — Вы знаете, дорогие друзья, вот для Ла, прежде чем мы начнем что-то рассказывать, Парлам и Шаламову его биографию, она впечатляет, хотя она в известном смысле однообразна, и этим страшным своим однообразием впечатляет. — Не дай бог такое однообразие кому-нибудь. — Да, да, вот такую стабильность, я бы сказал, жизненную. Вот, но почитайте, вот закончится наша программа, потому что мы обращаемся, естественно, к тем, кто нас слушает, а другие нас не слушают, и им бесполезно обращаться. Вот, откройте, у него коротенькие рассказы, колымские рассказы, кто не читал «Варлам и Шаламову», они очень короткие. Там буквально там пара страничек и весь сказ. Почитайте, это производит такое мощное впечатление, вы знаете, я даже не знаю, кого с ним поставить рядом по силе такого простого, безыскусственного реализма. — Есть такой человек, я бы сказала, как ни странно, Антон Павлович Чехов. — Я сейчас тоже подумал, что вы назовете Антона Павловича Чехова. — Конечно, конечно. А это люди, конечно, разные судьбы разных эпох, но я думаю, что да, их вполне можно сопоставить по невероятной... — Простоте, по лаконизму... — Да, и мастерству. — По быстрству. — По мастерству, да. — И по, я бы сказал, психологическому проникновению в человека без претензий на что-либо. Без претензий. — Это великое мастерство, вообще великий талант написать небольшой, но как о Чеховой говорили, да, что там его роман «Величиной с ладошку». Вот каждый рассказ Варлама Шаламова — это действительно роман «Величиной с ладошку», а иногда «полладошки». Но за этим каждым рассказиком можно было бы представить на огромный том жизни и судьбы. Может, мы послушаем, да, вот здесь у нас есть... — Вы знаете, я прежде, чем мы послушаем, я хочу ответить на одну смс-ку. Она очень интересная. — Да, да. — Вот Алексей из Москвы пишет нам по поводу открытия памятника. Чекист открыл памятник жертвам чекистов и даже не покаялся. Вы знаете, что я вам скажу, Алексей? Мы с вами, наверное, во многом мыслим схожа, но в данном случае я с вами категорически не согласен. Дело в том, что это не чекист, во-первых, открыл, а президент Российской Федерации. Его предыдущая жизнь, его биография — другое дело. Но я бы сказал так. То, что он открыл памятник, именно этот, жертвам политических репрессий, это хорошо. Вы слушаете, наверное, нас с Ирой, и меня слушаете, и вы знаете, что я не подлизываю никому, и ему в честности, да? И часто говорю достаточно жесткие вещи. В данном случае я не вижу для них оснований. Не нужно над человеком стебаться за то хорошее, что он в данном случае сделал. Если бы он открыл памятник Сталину, да, вот я бы по этому поводу сказал то, что я думаю. Но он сейчас открыл памятник жертвам политических репрессий. Ему в этом смысле каяться не в чем, он никого не убивал. Он человек другого поколения, да? То, что он открыл памятник, это хорошо, и за это ему однозначное спасибо. Ну, я бы сказала, в каком-то смысле это и есть в каком-то смысле покаяние. Ведомственное, ведомственное. Ведомственное, а может быть и личное, неважно. В данном случае, понимаете, разговор все-таки, мне кажется, что покаяние имеет смысл, если оно не коллективное, а личное. Да, вот человек понимает, что даже если он ни в чем не виноват, он признает, да, что были такие ужасы и не хочет, чтобы они повторились. А в этом смысле и прекрасно, что он открыл. Прекрасно. Было бы значительно хуже, чтобы не открыл. Как бы мы ни относились к нему. Абсолютно. У меня к нему очень много вопросов. У меня к нему очень много претензий. У нас с вами много к нему вопросов. Много к нему вопросов. Но в данном, вот по открытию им памятнику жертвам политических репрессий, у меня, к Владимиру Владимировичу Путину, вопросов нет. Я бы сказала, что тут можно вообще-то гордиться обществом, потому что, вот мы говорили, мало людей этим занимаются. В каком-то смысле, все равно давление общества. И мемориалы, и огромное количество НКО, и вот такие волонтерские какие-то инициативы, и большой разговор в прессе, который еще остался, который может это обсуждать. Тем не менее, это создает какую-то такую мощную волну, на которую власть отвечает. И вот памятник этот поставлен, что можно в нынешней ситуации, когда у нас у многих бюрократов на столе стоит бюст Сталина, рассматривать почти как чудо. Но это разговор об активности общества. Оно все-таки эту тему не бросает, оно пытается говорить об этом. И вот и какой-то результат мы видим. Другая тема, еще одна смс-ка пришла. А Тата Николай Карлович, поэт Варлам Шаламов. Во-первых, поэт, настаиваю с уважением Василия из Екатеринбурга. Василий, ну, вы знаете, это все равно, что говорит там Александр Сергеевич Пушкин, в первую очередь писатель. Понимаете, ну, да, великолепный писатель, но все-таки я считаю, что в первую очередь поэт. Как мне кажется, Варлам Шаламов, это мой вкус. Я здесь, вот здесь я ни на чем не настаиваю. Он вам может больше нравиться как поэт, и это ваше личное дело. Мы можем назвать поэт и писатель, чтобы примириться. Здесь мы легко примиримся. Мало того, я сегодня прочитаю его стихи, пару его стихотворений, больше просто не получится, потому что он был поэтом. Но все-таки, на мой взгляд, он больше вошел в историю. Скажем так, на мой вкус, как поэт, он более ординарен, нежели как писатель. Но я не навязываю. Потому что колымские рассказы и все последующие его сборники, там, артист лопаты и так далее, это все-таки настолько животрепещущее до сих пор, что, конечно, это затмевает, может быть, многие достоинства его поэтические. Если вам больше нравятся стихи, прекрасно. Это значит, что вы глубокие, вдумчивые читатели. В любом случае, спасибо большое за внимание, что называется. Вот Татьяна из Москвы, Ира, говорит, что удивлена тем, что Путин открыл памятник, воспринимает это как покаяние власти. Я так грешным делом это так не воспринимаю. Но покаяние так покаяние. Ну, по живому виду, во всяком случае, это случилось, и это прекрасно. И это хорошо. И это прекрасно, да. Так, давайте послушаем. Извините, я вас перебил как раз, на мой взгляд, по уважительной причине, потому что интересная была тут дискуссия у нас, да, сейчас? Да. Вы хотели послушать специалистов, экспертов по Шаламову. Да, потому что вот первый это Валерий Васильевич Есипов, писатель, журналист и публицист. И один из ведущих, ну, исследователей творчества Шаламова, много книг он ему посвятил. И второй Алексей Кириллович Симонов, писатель, правозащитник, сын Константина Симонова. Вот, давайте мы послушаем. Но у нас там как получается, что сначала говорят Есипов, потом Симонов, а потом Есипов еще раз, говорят о поэзии. Так что давайте мы послушаем. Итак, Валерий Есипов о Шаламове. Шаламов — это символ мужества и чести в 20 веке. Самый яркий, самый сильный такой символ. Он совершил два подвига. То, что он прошел лагеря, два срока следствия прошел, и при этом никого не ждал. А потом совершил второй подвиг. Он написал об этом. И знаменитые, но не колымские рассказы. Писатели мирового значения. Сейчас это, очевидно, издают во всех странах. И самое, может быть, важное в том, что по биографии, по судьбе Шаламова, ну, и, соответственно, по его произведениям, можно изучать всю историю России в 20 веке. И теперь, теперь, пожалуйста, Алексей Кириллович Семенов. Он поразительно цельная фигура, при том, что это очень несчастный и очень загубленный жизнью человек. Эпоха не заслуживает такой степени правды, которую эпохе преподнес Варлам Тихонович. Он нам оставил, во-первых, замечательную прозу. Очень трогательные и многочисленные стихи, которые, в общем, в силу того, что его проза была так популярна, ну, не то, что популярна, так высоко оценена, стихи, в общем, не успели еще, на мой взгляд, еще не получили полной оценки. Хотя, на самом деле, стихи эти очень ценил, скажем, такой ценитель стихов, как Борис Леонидович Пастернак. И снова Есипов. Самое печальное, что Шаламова знает только, в основном, как автора колымских рассказов в мире. Не знает его как поэта. Причем в России-то очень мало знает. А он считал себя прежде всего поэтом. Уникальная личность творческая, универсальная. Можно сравнить его с Пушкиным, инструментом, а в 20 веке, скажем, с Пастернаком или Андреем Белым. Это и по стать поэту. Она нуждается еще в публилизации. Многое для этого делать. И, соответственно, значение Шаламова будет осознана в совокупности, когда мы будем знать его целиком. Ну что, Николай Каравович, я думаю, что раз все требуют поэзии, давайте прочтите это. Вы просите песен, да. Значит, я, с вашего позволения, прочитаю два стихотворения Варлам Тихоновича Шаламова. Он вообще много писал о природе. Он никогда не писал о лагере как таковом. У него даже стихи о лагере, они были такие, скорее, образными стихами о лагере. Но это другая сторона его творчества. Другая сторона, видимо, да. И это, наверное, психологически объяснимо для человека, который столько лет провел в аду. Итак, замолкнут последние вьюги, и путь открывая весне, ты югом нагретые руки протянешь на север ко мне. С весьма озабоченным видом, особо наглядным земли, На небе рисунки эвклида выписывают журавли. И мокрую тучей стирая, летящие вдаль чертежи, Все небо от края до края затягивают дожди. И еще одно стихотворение прочитаю. Память скрыла столько зла, без числа и меры. Всю та жизнь лгала, лгала, нет ей больше веры. Может, нет ни городов, ни садов зеленых, И жива лишь сила льдов и морей соленых. Может, мир одни снега, звездная дорога. Может, мир одна тайга в понимании Бога. Я вот на самом деле, если у нас еще есть время, Сразу, нет, на самом деле прекрасные стихи. Великолепные стихи, великолепные стихи. Но вот переходя к его прозе, о чем мы будем говорить Все оставшиеся нам минуты. А с другой стороны, один из текстов Арлама Шаламу, Что я видел и понял в лагере. И он перечисляет по пунктам, вот его опыт лагерной жизни, Что он выносит оттуда о человеке, О трансформации человеческого сознания в лагере. Первое. Чрезвычайно хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становился зверем через три недели При тяжелой работе, холоде, голоде и побоях. Главное средство растления души – холод. В среднеазиатских лагерях, наверное, Люди держались дольше, там было теплее. Понял разницу между тюрьмой, укрепляющей характер, И лагером, растлевающим человеческую душу. Понял, что сталинские победы, в кавычках, были одержаны потому, Что он бивал невинных людей. Организация в десять раз меньше по численности. Но организация смела бы Сталина в два дня. Легче всего первыми разлагаются партийные работники. Военные. Увидел, каким веским аргументом для интеллигента бывает обыкновенная плюха. Что народ различает начальников по силе их удара, азарт, убитья. И так далее. То есть, вот на самом деле, стихи, я думаю, для него были во многом, Вот это лирическое начало, попытка преодолеть этот страшный опыт. А вот его проза – это почти уникальный поиск языка для разговора об ужасном. Потому что, мне кажется, об этом стоит поговорить. И этот язык был очень простым. И найти такой язык, чтобы донести его до людей, У которых не было этого опыта, вот теперь, скажем, для нас. Да, вот это, мне кажется, был действительно тот подвиг, который Шаламов совершил. Поговорим об этом после перерыва, дорогие друзья. А сейчас новости. История в лицах. История в лицах, дорогие друзья. В студии Ирина Прохорова и Николай Сванидзе. Мы сегодня разговариваем, сегодня день памяти жертв политических репрессий. И мы разговариваем о Варламе Тихоновиче Шаламове, блистательном, великом писателе, писателе колымской темы. Писателе и поэте, как мы уже выяснили, и даже читали его стихи. Знаете, тут меня попросили, нас попросили с Ириной Митной рассказать о том, как он умер. Ну, для начала просто буквально в двух словах о том, как он жил. Варлам Тихонович Шаламов родился в семье священника. Вот. И родился он в 1907 году. Умер он в 1988. В 1982. В 1982, извините. В 1982, то есть 17 января, да. То есть для человека с такой биографией он прожил достаточно большую жизнь. Вот. И большую часть этой жизни он сидел в лагерях. Причем он сидел в колымских лагерях. В самых страшных лагерях. В самых страшных. По полной программе. С лесоповалом, с рудниками, со страшными болезнями. То, что он выжил, это чудо, наверное, которое, если его брать не как чудо, а какой-то все-таки элемент рацио сюда вносить, элемент реальности. Наверное, крепкое здоровье было и, наверное, очень сильная воля. Я бы сказала, я думаю, что скорее воля. Это просто человек нашел в себе какие-то немыслимые ресурсы выжить и не сломаться. И вот как раз в этом перечне, где я вам читала, что узнал, понял лагеря, он горжусь тем, что вот смог выстоять, выжить, никого не предать. А что очень частая была история, люди, так сказать, голодая за... Ломались. Ломались абсолютно. И винить здесь абсолютно невозможно людей. Но тем не менее, и мало того, что он выжил, и немногие прошли колымские лагеря, он еще и сумел написать столько всего. А умер он ужасно, потому что уже старый и больной. Ну, уже на свободе давно, да. Но он был вынужден, да, и, в общем, его отправили, простите за грубое слово, в богадельню. Он попал в богадельню, в богадельню в последний момент, его уже по медицинскому диагнозу перевели в отдельную богадельню, в пансионат с, так сказать, психическим уклоном. Но он там не успел даже побыть, потому что он при переезде подхватил воспаление легких и умер. И он похоронен на Кунцевском кладбище. В общем, да, это чудовищная судьба, ужасающая. Ужасающая. Ужасающая, великая при этом. Он переписывался со многими большими писателями. Его первым, наверное, отметил из великих Борис Леонидович Пастернак, с которым он вступил в переписку еще в сороковые, в общем, годы. В конце Сарава он еще из лагеря, если мне память не изменяет, вступил с ним в переписку. Но его поддерживали многие, да, и вообще он поддерживал это вот братство колымчан, да, вот это тоже такой особый случай. Но я бы сказала, одной из самых ярких и интересных страниц этого взаимоотношения с Александром Солженицем, другим великим писателем, его архипелаг ГУЛАГ, несомненно, это шедевр. И надо сказать, что они... Да и не только архипелаг ГУЛАГ, я бы сказала. Не только, да. Но я бы сказала, что вот все-таки, если мы говорим о лагерной театре... Архипелаг ГУЛАГ мы рассматриваем скорее не как литературное произведение, а как... Ну, это вот разговор о том, я-то считаю, что это литературное произведение. И на самом деле, когда писал Солженицем архипелаг ГУЛАГ, это вполне соответствовало европейскому, американскому тренду нового журнализма. Это когда художественное произведение пишется в форме либо репортажа, либо такой, да, основанной документалистикой. Я считаю, что это великая... Но мне будет сказать, что это не только, не исключительно его документалистика, архипелаг ГУЛАГ. Нет, ну вообще, это понимаете... Это же такое сведенное произведение, о чем он сам говорит. Грань между документальным и художественным вещь всегда очень условная. Но во всяком случае, это два великих человека, которые оставили память о ГУЛАГе. Да, но разную, но разную. Они дружили некоторое время, а потом между ними завязалась полемика. Они стали практически врагами. Да, и я бы сказала, это очень интересно. В данном случае я совершенно не хочу занимать ничью здесь позицию, потому что... Нелепо было бы, да. Это трудно. Но интересно, как обе стороны аргументировали. И полемика-то была связана о том, именно как писать о ГУЛАГе. Не только. Мне кажется, вы знаете, ну, во-первых, надо сказать, что Шаламов отказался участвовать в архипелаге ГУЛАГ, куда его приглашал в качестве одного из авторов Солженицын. А были люди очень серьезные, которые соглашались. Ну, скажем, про Соловки в архипелаге ГУЛАГ писал никто иной, как Дмитрий Сергеевич Лихачев. На минуточку подбирал материал, и фактически он автор Соловецкой части ГУЛАГа. А вот Шаламов, который сидел на Соловках, а Шаламов вот отказался. И это связано, да, на мой взгляд, права Ирины Биттой, когда она сказала, что с несколько иным восприятием лагеря. У них был разный лагерный опыт. Шаламов сидел в аду, как он читал, и это читал с полным на то основанием. А Солженицын сидел в круге первом, да, как он назвал один из своих романов. И это для нас с вами это ад. А для Шаламова это как бы был санаторий в аду. Знаете, ну это, я бы сказала, разные уровни ада. Это, знаете, они могли мериться с тем, кто больше пережил. Я бы вообще не рискнула это сделать. Но мне кажется, помимо всего прочего, это и разный тип личности творческих. Несомненно. Потому что для Солженицына он считал, что этот опыт, но он сразу вел с точки зрения такого религиозного опыта, дает человеку какую-то мощную, даже мне трудно это высказать, да, но он считал, что этот опыт не бессмысленен. Это как бы проверка человека на его, так сказать, на его истинную сущность. То есть своего рода такая, знаете, как сейчас, армия станет мужчиной. Вот немножко от этого. Скорее, я бы сказала, испытания, которые Бог дает человеку, и он должен их выдержать. Сильный, сильный выдержит, да. Да, и в данном случае Солженицын полагал, что люди, которые выжили, да, не сломались и так далее. Но это такой некоторый религиозный опыт, что да, в этом смысле есть какое-то качество. Испытание. Испытание, да. Это испытание воли, чести, достоинства, собственно, сути человеческой. А вот Валом Шаламов считал, что нет никакого позитивного опыта. Вообще, ни для кого. Причем он считал, ни для лагерника, ни для начальника. Ни для кого. Ни для кого. Лагерь – это чистое, рафинированное зло. Ничего оттуда не вынести хорошего. Я бы не сказала, что это рафинированное зло. Он вот говорил, что, да, лагерь, если тюрьма воспитывает волю, то лагерь развращает души. И в этом смысле он это видел как абсолютное зло, как ад без возможности, да, чистилища и рая. Уж о рае мы не говорим, да, выйдьте оттуда. То есть это абсолютно... То есть он говорил, что лагерь только портят. Физически, морально, нравственно, по-всякому. Абсолютно. Вот он расслевает. Это измененное сознание. То, что он описывает вот так как бы спокойно, отрешенно и как бы отстраненно, это фактически люди, потерявшие человечность. Это вот расчеловечивание человека, то, что он очень точно показал в лагерном опыте. Я бы сказала, ничто лучше, наверное, я не знаю, кто лучше описал это состояние. Никто. Ну, не так многие описывали, кстати. Ну, я бы сказала, ведь все-таки... Нет, ну почему? Лидия Экальна Гинсбург еще абсолютно гениально показала, как трансформируется сознание советского человека. Ее блокадные дневники в этом смысле вполне можно сопоставить. с шаламовскими рассказами, потому что в каком-то смысле, наверное, она была ближе к Шаламову. Показать это, как человек перестает быть человеком, и он даже этого не замечает. Да, потому что все трансформируется, атрофируется все чувства, этика. Остается голый инстинкт выживания, который превращает людей в чудовище. И в этом смысле, я бы сказала, русская литература XX века, вот в такой ее либо дневниковой ипостаси. Ну, мы знаем, Евгения Гинсбург написала свою книгу «Крутой маршрут». Но у нее позиция, скорее, ближе к Солженицыну. Да, она выстояла, она свои идеалы юности отстояла. Ну, Шаламов как личность тоже выстоял. Он выстоял, но... Но, по-видимому, он считал это для себя, он считал, что это чудо. Ну, честно говоря, такое впечатление, что он очень быстро, если он когда-нибудь испытывал какие-то иллюзии по поводу советской власти, он же писал это еще, кажется, после первого ареста. А вы знаете, он испытывал иллюзии. Он, в отличие от Солженицына, который уже зрелый Солженицын, уже никак не испытывал иллюзии по поводу советской власти. Вы знаете, кто был любимым, скажем, политическим персонажем Шаламова? Ча Гевара. Уже Солженицыне никак нельзя предположить. Но надо сказать, что он один из первых очень четко сказал о том, что он понимает суть, когда все говорили, не понимают, почему эти репрессии идут. Он хорошо написал, что суть понятна. Это уничтожение памяти. Памяти о прошлой жизни, о другой системе ценностей, о каком-то другом опиоте человеческом. И он был абсолютно прав. То есть эти скашивания социальных слоев, это изничтожение памяти о другом... Здесь у него Солженицын, кстати, разногласий не было. Здесь не было, это верно. Нет, я имею в виду, что он очень рано, раньше очень многих, просто четко определил и понял, что в этих, казалось бы, бессмысленных репрессиях есть вполне очевидная логика. Да, конечно. Но здесь я бы сказал, что два, вот я вижу два еще таких видимых различия между ними. Первое, это политическое. Солженицын был очевидный антисоветчик. Он не принимал советскую власть ни в каком виде. А Шаламов был скорее, скажем так, шестидесятник. То есть Сталин нет, а Ленин скорее да. Он в этом плане ближе вот к этого рода людям, которые появились после 20-го съезда. И второе, то, о чем мы уже говорили, но это нужно, на мой взгляд, углубить, как говорил Михаил Сергеевич. Значит, Шаламов считал, поскольку, как вы правильно совершенно сказали, он считал, что в лагере нет ничего хорошего. Он видел лагерь на самом дне его, в самом страшном его варианте. Ему казалось, что Солженицын... Насчет лагеря, ничего там и быть не может хорошего. Он считал, что нет никакого опыта... Лагерь не дает никакого опыта человечества. Это просто смерть человека, смерть личности. Но, помимо прочего, он считал, что Солженицын наводит глянец на лагерь. А Солженицын просто был немножко в другом лагере. Вот там, скажем, по поводу одного дня Ивана Денисовича, Шаламов говорил, там кошка ходит. Не может в лагере ходить кошка. Сожрут. Не может ни один, не только блатной, никто вообще, даже если он в данный момент сыт, не может смотреть на то, как рядом с ним на четырех лапах ходит полтора или два килограмма мяса. Этого не может быть. В каком лагере был Александр Исаевич? Не в лагере он был, а в пионерском лагере. Вот в сухом остатке он так не говорил. Но в сухом остатке это та претензия, которую он предъявлял Солженицыну. Ну, понятно, что человек, прошедший колымские лагеря, все остальное, он может сказать, что везде был санаторий. Это понятно. Но я бы сказала, очень страшно входить вот в эти, да, там было много перепалок. Вообще ссора между бывшими заключенными, да, когда там сравнивали, кто кого предал или подозревали. Это тоже были ужасные истории. Но мы не будем забывать, что это были чудовищно травмированные люди. Это просто изуродованные. Это просто изуродованные. То, что они выжили, еще как-то потом работали, это было, конечно, здорово. Но не будем забывать, какой ад они носили в душе. И, в общем, в советское время высказать о ней открыто, в общем, не могли. Знаете, дорогие друзья, мы вам решили задать вопрос. Вопрос такой. Ну, во-первых, и мы надеемся, что многие из вас читали и Солженицына, и Шаламова. И мы вам задаем вопрос, который мы сформулируем следующим образом. Кто точнее передал суть ГУЛАГа? Солженицын или Шаламов? Если Солженицын, то ваш номер 8-800-700-93-51. Если Шаламов, то 8-800-700-93-52. Итак, Солженицын или Шаламов точнее передал суть лагеря, суть ГУЛАГа. Если Солженицын, то 700-93-51. Если Шаламов, то 700-93-52. Я сейчас перечитал некоторые рассказы Шаламова, готовясь к программе. Я повторяю, дорогие друзья, они короткие. Действительно. Да вы, чего же так вы заговариваете? Народ у нас читать умеет. Даже бы и длиннее могли бы причинить. По-чеховски короткие, я бы сказал. И вот там есть, конечно, великие совершенно рассказы. Ну, скажем, вот рассказ, который называется «На представку». Помните этот рассказ? Помню, да. Знаете, чем он интересен? Ведь Шаламов был образованнейший человек. И рассказ на представку начинается со слов «Играли в карты у Коногона Наумова». Знаете, что здесь интересен? Рассказ страшный, как смерть. И он заканчивается смертью. С простой, простой такой, просто как валенок надеть смертью. Абсолютно. Когда человека режут ни за что. Просто так просто режут и пошли дальше. И вот дело в том, что это же парафраз, это намек, это отсылка на начало «Пиковой дамы» Александра Сергеевича Пушкина, которая начинается со слов «Играли в карты у конногвардейца Нарумова». И вот «Конногвардеец» — это гвардейский, один из основных петербургских гвардейских блистательных полков. И Нарумов — аристократическая фамилия. И дальше развивается вот этот сюжет, да, драматический, трагический, готический сюжет «Пиковой дамы». А здесь страшно. Это такое страшно сниженное. В грязи, в морозе. А «Конагон» — это шахтерская и лагерная специальность. Это человек, который в шахте за конями ухаживал. Но это было легче, чем работать забойщиком в шахте, в лагере. Поэтому «Конагон» — это была блатная должность. Его занимали блатари. Вот «Конагон» Наумов — это блатарь с такой простой, совершенно плебейской фамилией. И вот эта отсылка, я не знаю, улыбка тут шаламовская. Что это такое? Вот это вот какая-то страшная улыбка по поводу Пушкина, которого он обожал. Нет, ну слушайте, вот да, в данном случае, может быть, мы когда-нибудь поговорим о Дмитрии Александровичу Пригове. Это тоже, да. Он считал, что, я винователю Пригов, что мы живем на руинах великой культуры, к которой имеем мало отношения. И нам достаются, как от Древней Греции в Средневеково, вот эти колонны. И мне кажется, Шаламов это и показывает, да, что отзвук какого-то другого мира, память о котором он пытается стереть, да, вот этот вот намек на тот мир, которого сейчас не существует. Продолжим и завершим тему Шаламова, дорогие друзья, через короткий промежуток времени. История в лицах Дорогие друзья, дорогие друзья, история в лицах у нас последние, как всегда, упоительные пять минут, которые мы будем проводить с вами с Ириной Дмитриевной Прохоровой. Быстро, но не мучительно совсем. Вы знаете, я просто хотела сказать, вот в продолжении ваших обсуждений, разбора рассказов о Шаламове... Извините, Ир, можно я напомню телефон для нашего голосования? Напомню просто, что мы поставили вопрос о том, кто точнее сказал о сути ГУЛАГа, Солженицын или Шаламов, и Солженицын, если вы считаете, что он точнее, то это 8-800-700, ровно 93-51, а если Шаламов, то 8-800-700, ровно 93-52. Пожалуйста, голосуйте. Да, Ирин. Да, вы знаете, ну вот как раз, мне кажется, уникальность творчества Шаламова, опять же, я обожаю Солженицына в том числе. Я тоже. Вот, в том, что на самом деле, ведь то, что он сделал, хорошо выразила в своем философских эссе Ханна Арендт. Помните, когда в 1961 году был суд на Эйхманом? Да, она отчасти была, как бы, вот, так сказать, свидетелем или обсуждением. Она там высказала важную вещь о банальности зла. Тогда на нее обиделись и не поняли, что она имела в виду. А она имела в виду следующее, что за всеми этими пышными завесами... Эйхман — это военный... Военный преступник, нацистский. Нацистский преступник. Израильские, так сказать, спецслужбы его нашли и судили. Это был первый открытый суд, когда по радио передавали. И, кстати, впервые жертвы лагерей, имеется вот нацистских лагерей, которые в Израиле жили, и считали городскими сумасшедшими, и они производили впечатление странное, они впервые давали показания и рассказывали об ужасах. Потому что, вы понимаете, сейчас нам сложно это представить. Никто не верил... Не знал, не верил... Что такое немцы, ведь простые немцы, которые жили при Гитлере, они не подозревали, что рядом с ними в печах сжигают и убивают газом людей. В Израиле до 1961 года практически ничего не было известно о Холокосте. И процесс Эйхмана как раз и впервые открыл весь ужас. И вот те, кто выжил, жертвы этих лагерей, начали свидетельствовать. Так вот, идея банальности зла, мне кажется, заключается в том, что Саламов показал. Потому что тоталитарные режимы умеют рядиться в пышные идеологические одежды, парады, праздники, идеологии. Кстати, Солженицын как раз считал именно советский режим наиболее лицемерным во всей человеческой истории. Он считал нацистский режим гитлеровский более прямым, никто не лучше, более прямым, страшным людоедским режимом, который признавался «я людоедский режим», а советский он считал «лицемерным». Лицемерным, я бы сказала, таким изуверски лицемерным. Но в этом смысле вот как раз Шаламов-то, мне кажется, и вскрыл за всей вот этой пышностью ампирной, вот эту банальность зла, вот плюхи достаточно для того, чтобы сломать человека. Через три недели ты становишься зверем. И вся эта риторика, и все эти, значит, марши, и вся эта символика, она вся распадается, и вот здесь и есть истинное зло. Мне кажется, в этом смысле это действительно величие Шаламов. Да, кстати, насчет плюхи, вы знаете, это действительно ведь, вот представьте себе, для человека, которого никогда не били, никогда не били. И тут его какая-то сволочь, просто шваль, просто спокойно может ударить, избить. Это же не просто физически больно. Это унижение. Это безумное унижение. Конечно. Это совершенно моральная ломка абсолютная. Это очень-очень сильный психологический эффект. Поэтому здесь ясно, что люди ломались, плюс голод, плюс холод. Вообще все такие вещи, они ломают людей. Знаете, я хотел упомянуть еще один рассказ Шаламова. Вот мы сейчас как раз с Ириной Дмитрией говорили. Рассказ, который называется «Шерри Брэнди». Это рассказ о смерти поэта в лагере. Под поэтом имеется в виду Мандельштам. Осип Эмилович Мандельштам, великий советский поэт, русский, один из величайших наших поэтов, наверное, за всю историю российской словесности, просто пушкинского уровня. Он умер в лагерях, просто дошел и умер. И вот было много легенд о его смерти, о том, как он умер. И вот одну из этих легенд как бы нам описывает Шаламов, не называя его фамилией, но этот рассказ Шерри Брэнди, это из стихотворения Мандельштама взято. Бредни Шерри Брэнди, ангел мой. Он очень нравился «Вдове Мандельштама» Надежде Яковлеве Мандельштам. Тоже страшный рассказ о том, как умирает великий человек. Дорогие друзья, мы с вами о Шаламове рассказывали. Голосование завершено. Сто процентов считают, что Шаламов четче, точнее писал про ГУЛАГ, чем Солженицын. Вы знаете что? Это, наверное, потому что мы рассказывали вам о Шаламове. А мы рассказываем о Солженицын, может быть, вы скажете по-другому. Да, мы обязательно это сделаем, поставим тот же вопрос. Но оба великие люди. Оба великие люди. Ирина Прохорова и Николай Сванидзе. Я на WhatsApp только зачту одно сообщение, а Настя его пишет. Откуда же мы знаем, кто точнее передал? Мы же не были в ГУЛАГе, к счастью. Так в этом великая сила литературы, которая способна передавать этот опыт, чтобы мы не забывали и помнили. Это правильно. Счастливо, хорошей недели. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok